итак еще раз всем привет приветствует магазин про прапорщик да очень приятно еще раз и сегодня у нас небольшой ознакомительный обзор по травматическим пистолетам вот такая вот можно сказать куча пистолетов это пару револьверов да есть вот давайте вкратце поговорим ребята о чем будет интересно сейчас нам борис расскажет если будет что-то интересно в описании под видео пишем свои комментарии и по итогу мы будем постепенно возможно даже с отстрелом делать более подробные обзоры и я думаю вам будет это намного интереснее ну сейчас обзорный попросим бориса чтобы в общих чертах рад показал модели рассказал что к чему да хорошо с этого ряда револьвера наган мы берем только царские они у нас всегда там ну там до дореволюционные они существуют на украинском рынке в двух вариантах это с коротким столом и с длинным столом обращаю внимание что короткий ствол это не родной короткий ствол уже новодельно его переделали к сожалению переделали тут не скажу что там очень плохо но есть нюансы во первых отсутствует воронение во вторых не всегда центрована мушка да из минусов из плюсов то что немножко по габаритам он меньше это нога длинный без переделок по длине ствола то есть из таких нюансов которые есть при переделке не шлифуется камора барабана и как следствие может подклинивать может до поддувать гильзу вопрос он кушает я смотрю написано только 9 па или может револьверные патроны кушать он кушает только 9 плохо для револьвера ну да ладно ты знаешь на самом деле у тебя много знакомых пользуется револьверные патроны но я бы себе чисто взял для скажем так для фана для фана какого-то чисто как историческая вещь наган конечно штука такая своеобразная конечно с точки зрения немножко такой затертой конечно ты знаешь это далеко не затем это еще не затем мы их отбираем на здесь пластик здесь дерево на здесь пластик здесь дерево здесь там по рукояти там бывают очень разные моменты не могут это бывает был пара раз я встречал что там вообще самопальные рукояти бы продавались видимо кто-то сам себе выделывал скажем так и потом они по итогу там через пистолет попали на прилавок так делает это у нас кто переделывает у нас собр это и собрались украброн сервис переделывает у брака украброн сервис дальше у нас вот такие малыши предназначены они по сути исключительно для самообороны для ношения где-то в кармане там или там какой-то кобуре чем они удобны тем что покупая пистолет выходя не знаю там за хлебом вечером тебе не надо заморачиваться сумка или с чем-то еще ты кинул пистолет в карман он у тебя по размеру грубо говоря как мобильный и как бы ты спокойно идешь защищенный по маленьким таким моделям на скрытый курок да или здесь вообще удар никого типа скрытый курок скрытый курок вот есть и двойного действия до предохранителя нету что то что в это что в этой модели это я напоминаю форт 10 форт 10 ты знаешь я врать не буду она сам магазин 5 или 6 патронами не помню точно модели отличаются десятка у нас идет с полимерной рамой и отсутствием затворной задержки десятка полимерная рама отсутствие затворной задержки девятка затворная задержка и цельнометаллический корпус ну субъективно лично мне кажется беря для этих целей есть смысл взять подешевле взять десятку почему потому что ну это не тот пистолет которым ты будешь ходить в тир там настроили больше делать большие настрелы тренироваться еще что то то есть здесь надо взять максимально дешевый и даже ну там условно упав на пол пластик не развалится ничего с ним не произойдет поэтому кому что больше нравится эрма 55 так вот компании эрма интер она знакомая фирма она ну она своеобразная конечно кому-то она нравится лишь мне она ну так это у нас ребята если кто не знает почти вальтер почти валили пи 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 или пи 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 по лица и пистоли на сама эрма позиционирует его как ну единственное видим что здесь нету кнопки сброса магазина она как у как у пм как у нас любят до сравнивать как у пм кнопочки нет, предохранитель тоже вот работает вот таким образом, просто упирается в круг ну, собственно вот такой небольшой пистолет тоже вот тонкий, ну, рукоятка немного утолщает, ну, в принципе симпатичный, полностью стальной как сама Эрма позиционирует нормально, дальше кстати, что скажу, по надежности они, Эрмовские пистолеты реально надежные, по эргономике вопрос следующий, кому-то нравится, кому-то не нравится ну, мне, например ну, не ложатся они в руки, но по надежности объективно они довольно надежны тоже Эрмовское изделие, Эрма 459, цельная стальная тоже, скажем так слизана с Вальтера долго тут рассказывать, что-то не получится мало того, сейчас вот я нашел в Ютубе, скажем так сериал, называется, по-моему, по закону военного времени, события про Киев 41-го года куча украинских актеров там снимается которые в сериалах украинских и вот они там бегают а-ля с ТТ и а-ля с Вальтерами ну, конечно, там Вальтер чуть не такой он больше на этот похож но, по-моему, там какой-то Вальтер тоже из Эрмовских вот, может, даже вот такого плана возможно, это самый дешевый травматический пистолет на рынке Украины Гарант С27 что сказать про этот пистолет это у нас силу мина и про какую-то надежность про какую-то уверенность в каждом выстреле говорить не стоит но цена там, цена у него там до 3700, если не ошибаюсь на сегодняшний день ну, это реально дешевый короче, цена стартовика, ну, можно, как говорится за себя постоять в основном, кто его берет его берут в основном те, кому он нужен для работы чисто надо, чтобы у тебя был для работы пистолет разрешением, вот у меня есть травматик то есть его берут, с него не стреляют его ложат там в закрытую кабуру опечатывают эту кабуру откладывают пенопластом, чтобы она нигде не ударилась и пистолет не раскололся и вот используют для таких целей это у нас... сейчас, секунду, просто я перебил, прошу прощения об этом чуть подробнее значит, если так посмотреть то отдаленно напоминает какой-то, скажем, ребеночка 1911 ну, если не учитывать, конечно флажок предохранителя на кожухе затвора не надо мне там рожки ставить сзади вот, но в целом пистолет полностью стальной это, насколько я помню Эрман поговорили, они полностью сами эту конструкцию разрабатывали придумывали ну, в некоторой степени гордятся ну, что можно сказать стальной, довольно узкий пистолет травмат и цена, опять-таки он дешевле флажа иди... да бэйби кольт бэйби кольт бэйби игл кольт эрма 954р единственный минус, я бы сказал вот это, конечно, защелка снизу магазина не тратится она здесь место под кнопку, конечно, уйма а, и разбирается я так понял, он по принципу Макарова поэтому они кнопку не поставили все понятно все понятно окей та же 459-я, только в хроме только в хроме смотрим хром абсолютно бесполезная штука нужно брать черный потому что в темном подвороте вы не спрячетесь и цыганский пистолет вот это так из него стреляли малеха, наверное это комиссионный пистолет все понятно вот это единственный комиссионный пистолет кто-то его сдал окей, дальше дальше последняя новинка форты у нас от форта форта 19 отдельно рассказывать долго не буду принципиально отличаться от других фортов своим устройством свободный ход ствола и так далее если кому будет интересно мы опять же повторюсь это пока обзорно да то есть мы прошли по названиям магазин прапорщик представляет нам эксклюзивную возможность не только пистолеты эти поразбирать но и пострелять и более полные обзоры делать чем делают многие обзорчики да ну ломать мы конечно ничего не будем но легендарный один из самых продаваемых пистолетов форт 17 там уже не знаю сколько тысяч сотен тысяч его продано с полимерной рамкой да с полимерной рамкой то есть вот здесь вот у нас на сегодняшний день два самых продаваемых пистолета форт 17 форт 12 ну и к ним подбирается на сегодняшний день гранд паула 14 этого нету есть 14 но я бы далеко не назвал его самым продаваемым а 12 и стоп это остальная рамка у 12 это я немного перекутал вкратце полимерная рама по пистолету пистолет неплохой по нему я снял с задиранием ствола повезет не повезет скажем так мне например у меня тоже 17 свой личный пока мне повезло мы видим да мне повезло у меня никаких проблем не возникает уже больше 5000 настрела и все хорошо у кума товарища брали в один день 500 выстрелов задрало ствол 100 баксов ремонт вот такая вот беда задирает это оно саму серьгу разворачивает да да и ствол поднимается из-за этого постоянные утыки и клин ну это сырые металлы и так далее и тому подобное форт 12 тоже ну тут я не знаю сложно что-то много рассказать это форт 12 окей лучший пистолет на сегодняшний день на травматическом рынке с моей точки зрения я думаю с точки зрения тех кто его уже приобрел почему потому что как только он появился мы как бы очень плотно так поддерживали обратную связь с покупателями интересовались как он себя ведет как стреляет и так далее это Grand Power T910 от компании Flare секундочку замечу да это новый новый игрок на пистолетном рынке Украины собственно как травматические так и скажем забегаю немного вперед у Flare есть линейка боевых пистолетов короткостволов боевых нарезных пистолетов да то есть ну с моей точки зрения на сегодняшний день самый лучший пистолет это тот пистолет который нужно покупать если вы планируете стрелять если вы не планируете его положить там в бардачок и просто с ним ездить ну если будет желание может отдельный обзор какой-то да сделаю я думаю обзор мы сделаем потому что сравнивать есть чем у меня собственно Grand Power T91010 это Erma Inter это Flare но это некий аналог я думаю те кто более-менее разбирается увидят что это практически копия GP Safari 910 но за одним очень существенным отличием значит положительным у этого пистолета оригинальный ствол словацкий то есть это полностью пистолет сделан Словакии на заводе Grand Power здесь в Украине у нас собран сертифицирован и так далее и тому подобное я думаю сравнивать мы будем с моим Т-9, но это, позже, это, наверное, будет самый первый все-таки обзор по сравнению этих травматов. Едем дальше. Форд 14 и Форд 18. Два последних пистолета линейки Форд, которые остались с фрезерованными затворами. Форд 14 цельно стальной. Форд 18 с полимерной рукоятью. Самый непродаваемый пистолет линейки Форд. Почему? Потому что самый непродаваемый. Потому что длинный? Не знаю. Этому нет объяснения. Потому что непонятно 17 очень хорошо продается. Давайте мы их рядом положим. Или лучше, конечно, приподнимем, Борис, пожалуйста. Посмотрим. Это, смотрите, это один и тот же пистолет. Просто 18 чуть длиннее. Ствол и затвор. Но это, по сути дела, спортивный пистолет. Потому что, понятно, для самообороны длинный пистолет и смысла нет с собой таскать. 100%. Ну, кроме Стечкина, конечно. Новинка на украинском травматическом рынке. Появился он буквально неделю назад. У нас в магазине он уже есть. Это пульский токарь и вон же ТТ. Производитель. Производитель. Опять Эрма Интер. Единственный, замечу, да, стреляющий нормально. Стреляющий нормально. Как вы знаете... Травматический токарь. 3Т, можно сказать. ТТТ. Не надо сравнивать. Когда-то была уже попытка сделать травматический ТТ. В 2000-х, если не ошибаюсь, да. И не один раз. Не только у нас. Да. И постоянно были с ним проблемы. Он не стрелял. Он клинен, но он упирал и так далее. Здесь в конструкцию внесены существенные изменения. Но это позволило пистолету заработать. Ну, даже, да. Магазин, например, ОПМ изнес. ОПМ изнес. ОПМ изнес. Я не родной ТТ-шник. Подогну. Ну, дело такое. Главное, что он стреляет. Ну, он стреляет, он работает. Нормально работает. Ну, чисто, чисто. А, он и называется 3Т. Да. Я пошутил, а он так и называется. ТТ-Т. Дальше. Попытка украинских оружейников сделать что-то похожее. Сейчас, секунду. Я хочу это на сладкое ставить. Давайте. Перейдем немножко отсюда. Я перейду сюда, чтобы было удобно. Чезет у нас. Чезет АП-07. Она же в травматической версии. Т-рекс. Тоже очень спорный пистолет. Наверное, самый дорогой травматический пистолет на украинском рынке. Почему спорный? Потому что П-01 это очень гуд. Это хорошая штука. А вот Т-рекс вышел... Ну, вышел таким... Недоработанным, я бы сказал. Работает он корректно, по сути, на двух типах боеприпасов без доработки. То есть, покупая этот пистолет, надо хорошо понимать, для чего ты его покупаешь, как и что ты собираешься дальше с ним делать. Возможно, многие, кто его покупает, здесь играют какая-то роль престижности оружия. Почему? Потому что самый дорогой травмат. Я хочу себе самое лучшее. Плюс это Чеза. Да, он красивый. Он красивый. Бесспорно, он красивый. Скажу лично свое мнение. Я его не взял. Он мне, ребята, в руку не лег. Просто у меня рука средняя между XL и L. Но он в руку не ложится. И я, наверное, был прав. Во-первых, я не взял его, потому что он был дорогой. Во-вторых, очень много было уже жалобы, видео, где лопается просто рамка у него. А почему лопается? Так. Ну, разберем этот момент. Разбираю его, как не для, скажем, не для специалистов, а для обычного человека, который понимает, что такое пистолет, как он стреляет, основные принципы работы, но все-таки какие-то там моменты, может, где-то не знает или просто этим не интересовался. Резинострел. Патрон у нас 9 мм. Соответственно, и патронник 9 мм. Дальше, с патронника 9 мм, пуля, выйдя из гильзы, переходит в ствол 5,6, сжимаясь с 9 мм до 5,6. Так. На выходе с 5,6 она сжимается до 4 мм. 9 мм сжимается в 2 раза. Первый момент. Почему трескаются рамки? Вся эта энергетика, особенно, когда вы стреляете мощным патроном не сертифицированным, вместо того, чтобы успеть выйти в направлении выстрела, она возвращается назад, пуля не успела протиснуться. Воздистая на затвор. Да. Второй момент. Когда 9-мм пуля выходит из отверстия в 4 мм, на выходе она разжимается, ее кидает в неизвестном направлении. По итогу. Во-первых, я не скажу, я не такой специалист по респруденции, насколько это законно, но, условно, купив этот пистолет, необходимо произвести с ним определенные действия для того, чтобы он хоть как-то заработал. Потому что в своем стоковом варианте фактически он не работает. Ну, к сожалению, идея была классная, задумка была шикарная, но, к сожалению... Это и пистолет, в принципе, шикарный. Пистолет классный. Красивый. Вот. Но реализация в виде травматического все-таки... Это у нас кто делает винница, да? Это, да, переделка фартовская. Окей. Ну, и... И самая-самая новинка, можно сказать, по поводу которой я недавно, недавно, это год назад, хейтерил уже. Вот. Это у нас производство, насколько я помню, Харьковского СОБРа. СОБР, да. Прошу, Борис, рассказывайте, что это такое, показывайте. Желательно небольшая разборка. Не вообще. Если возможно. А лучше не надо. Это мы будем на полном обзоре делать. Давайте, рассказывайте, что это такое. Не, в магазин можно извлечь, показать, там, затор взвести. Посмотрим, я думаю... Сначала надо заглянуть, люди заинтересуются. Сначала надо заглянуть сюда. Мы достаем магазин. Магазин на 8 патронов, напоминаю. На 8. Можно же, он в масле сильно... Да. Однорядный, что ли? Да. 8 патронов. Он толстый, но переделан в однорядку. Понятно, так? Ну, скажем так, Донор, это итальянский стартовик. Бруни. Окей. Я помню, я помню, да. Здесь у нас, скажем так, железа там хватает. То есть там толстенный патронник, довольно толстый ствол и так далее. Но есть нюанс. Здесь, вот здесь, сейчас минутку, я хочу извиниться перед производителем СОБР. Я все-таки думал, что изначально они сделали его из селамина, как настоящий, на оригинальный истальянец, но СОБР это полностью цельнофрезерованный затвор, стальной, то есть красивая вещь и очень, что, как бы, выделяет этот пистолет, что рамка один в один, как у настоящего Глока 17. Единственное, что все-таки первых выпусков нет никакой ни планки, ничего снизу. надеемся, что производитель в следующих выпусках это исправит. Окей, слушаем дальше. Дальше. Разборка здесь, естественно, тоже не такая. Давайте пока разборка опустим, там своеобразная. Давайте... можно говорить. Скрытый курок здесь, ну тут не разбираясь, сложно показать. Как у стартовика, то есть от стартовика он далеко не ушел, внутри скрытый курок, то есть это не страйкер, как настоящий Глок, но здесь есть самовзвод, как у первых Глоков, да? Надо затвор все-таки передернуть первый раз, наверное. Что-то залипло уже. Предохранитель. Предохранитель, кстати, где у нас? Давайте посмотрим. Предохранитель, да, разбирается нестандартным образом пистолет. Здесь как бы двойной, то есть, да, здесь вот автоматический предохранитель, как у настоящего Глока, то есть надо нажать на качельку или педальку, как говорит один наш известный оружейный блогер. И предохранитель неавтоматического действия, который надо переключить для того, чтобы начать стрельбу. Да. Окей. Можно поклацать немного. Спуском. Самовзвода нет? Вообще он должен быть. Должен быть, но нет. Но есть нюанс. У Куркова должен быть. С одной стороны. В общем, тут надо отдельно разбирать его, смотреть. Будем разбирать, смотреть. Очень спорно. В следующий раз, потому что штука новая. В общем, от предыдущего выпуска СОБР в свое время мне не удалось его пощупать вживую. Потом завод, насколько я помню, отозвал из всех оружейных магазинов свои пистолеты, куда он завез. И это уже обновленная какая-то их версия. Люкс называется. Люкс называется? GTR 17 Люкс. GTR 17 Люкс. Вот кому интересно. И, кстати, обрати внимание, помнишь логотип Глока? Сейчас я немножко наведу. GTR 17 Да, это заявка на успех. Как-то так. Тут надо разбирать, отдельно его показывать, потому что потому что хорошо. Как бы из последнего такого, что скажу, проездил по всем киевским магазинам, но у нас самый большой выбор по травматике. То есть, объективно, даже среди крупных магазинов по травматике самый большой выбор. Ну, я думаю, вы видите. Выбрать и есть, что еще у вас что-то вроде намечается, да? Да, да, да. Еще должно быть как минимум сафарики и что еще? Они просто проданы, ну, то есть, скажем так, они скоро будут. Револьверы сафари имелись в виду и форды. Кстати, да, револьверы сафари. Форд 12 М. Все остальное, что есть на украинском рынке у нас представлено. Я не беру какие-то там цыганские там пистолеты с позолотой всем остальным. Это как бы отдельная история. Кому надо, мы привозим без проблем под заказ. Ну, на витрине моих не пишешь. Хорошо, спасибо большое за такое обзорное представление. В общем, ребята, еще раз повторюсь, кому интересно, пишем в комментариях, что первое вы хотели бы посмотреть на полном обзоре. То есть, будем разбирать, смотреть внутри, сравнивать и, возможно, даже постреляем и еще и разными патронами проверим, как какой травмат на каких патронах работает. На этом все. Спасибо за внимание. Благодарим Бориса Магазин Прапорщик. Подписываемся на канал, ставим пальцы, не забываем колокольчик. На этом все. Всем спасибо. Всем пока. Удачи.